Очень печальный случай в больнице подмосковного Орехова Зуева. Там избили врачей. При этом в коридорах находились полицейские, которые не задержали нападавших. Теперь в отношении стражей порядка ведется служебное расследование. В подмосковном главке МВД сообщили, что они могут быть наказаны вплоть до увольнения. Репортаж Клима Санаткина. Кадры с камеры видеонаблюдения, появившиеся на лайфе. Приемное отделение, рентген-кабинет, ночная смена. В больницу заходят двое мужчин крупного телосложения. Якобы сопровождают родственника с болями в животе. Требуют оказать немедленную помощь. Врачи говорят, что на приеме другой пациент. И осмотр осуществляется в порядке живой очереди. Мужчин этот ответ выводит из себя. В ход идут кулаки. Дважды один из недовольных неожиданно наносит удар в голову травматологу. Позже выяснилось, что пострадали еще двое врачей. Реаниматолог Олег Беляков в итоге оказался на больничной койке. Совершенно неадекватная реакция, что поголонища у меня. То есть вот человек в белой майке подошел к кулу, нанес два или три удара. Ему он как-то стал сползать со стула. И все это быстро произошло. Как бы я сидел рядом на стуле и не успел ничего даже не сказать, не встать со стула. И нанес два ударования в лицо. Николай Шабалин принимал смену у избитых коллег, которые с травмами продолжали выполнять свой профессиональный долг. И только после дежурства обратились за медицинской помощью. Пострадавший Беляков Олег Владимирович находился у меня в отделении. Состояние было у средней степени тяжести, головные боли, слабость, тошнота. Вечером у него появилось повышение артериального давления. Был обнаружен натек головного мозга. И этого больного перевел в реанимацию. Устроившие драку мужчины спокойно покинули больницу. Уже стало известно, что сотрудники полиции задержали одного из них. Им оказался 36-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 112 Уголовного кодекса Российской Федерации. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Санкции статьи предусмотрены максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. У правоохранительных органов вопросы и к сотрудникам ДПС. Почему они оказались ночью в больнице вместе с устроившими драку мужчинами, не задержали нарушителей. В их отношении уже началась служебная проверка, по результатам которой полицейские будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения. В случае, когда врачам самим требуется медицинская помощь, на рабочем месте уже не редкость. Так в Екатеринбурге. Сотрудники бригады скорой помощи, приехавшие на вызов и констатировавшие смерть молодого человека, были избиты его друзьями. В Вологодской области на медиков напал родственник одной из госпитализированных. А в набережных челнах на глазах пациентов и сотрудников поликлиники был убит врач-травматолог. К сожалению, мы регулярно слышим о насильственных действиях по отношению и к врачам скорой помощи, и к врачам на дежурстве. Необходимо соответствующее изменение законодательной базы. Возможно, следует приравнять нападение на врача при осуществлении профессиональной деятельности к нападению, например, на полицейского. Главный врач больницы, в которой избили медиков, дает скупые комментарии. По его словам, ночной инцидент не повлиял на работу после случившегося, была усилена охрана медучреждения. Пациент, которого сопровождали мужчины, устроивший драку в больнице, в ту же ночь получил необходимую помощь. Его уже выписали. Двое пострадавших врачей скоро приступят к своим обязанностям. А вот реаниматолог Олег Беляков сейчас на домашнем лечении на полное восстановление. Его здоровье уйдет несколько недель. Клим Санаткин, Вячеслав Черешко и Дарья Рыбакова. Первый канал.